опа вот эта картина смотрите друзья я же сказал что вот это да вот это друзья поймал окуня с чебурашка и санечка готовы поезжать кайгу на рыбалку сидим при таком костерочке беседуем вспоминаем был и времена рыбацкий рыбацкий басни трассе всем добрый день рыбакам и любителям экстремальных путешествий не выдержал я домоседство сегодня 23 февраля наступил праздник всех поздравляю мужчин женщин я приехал на рыбалку не выдержал значит чем-то у нас есть у нас есть много снега место где я ставил палатку прошлый раз санушкой место засыпано сейчас надо будет все лопатами разгребсти расчистить подготовить на озере вроде снег плотный сейчас выставлю палатку и поеду бурить и жилиться может быть в процессе пока будем выставлять может обязательно что-то поймаем оставайтесь с нами и не забывайте подписываться на наш канал будет интересно праздник и дней 5 рыбалки погнали такое место стану у меня снега по колено как обычно никто тут его не чисел соответственно немножко начал расчищать место под палатку сейчас продолжу дальше прилично так но это раз я лопату с собой беру поэтому все нормально природа замечательно сегодня ветра нету вот мой весь балаган для одного человека на пять дней полная волокуша бог знает чего если честно сказать вроде бы вещей много но все что-то нужно а если не нужно то вдруг понадобится ну ничего нормально проехали давай работать конечно елки-палки барханы местами-то наплыв много снега наплыв мало будем ставить фишку чтобы подальше видно было чудо как пока три раза хватит еще одну поставлю я набурю 0 как пойдет так замеряем глубину очень плотно долгожданная сработка друзья через жир лицами сломает дергает дергает так смотрите смотрите как дергает горько тяжелое что-то тяжело идет я перчатку хорошая друзья четверочка первая щука 23 ты моя красавица вот такая вот попалась на не какая золотистая вся вот это подарок вылезка камней муты и чистя как она ее сломала просто обалдеть да куха сердце зашло поближе покажу на соточку вот такая сегодняшняя первая щука на 6 жерлица сработала и так активно работала спочину меня я подустал ужас что хочет вот это только что крайне так дергала должна сейчас работать по идее прям так цмык цмык давай дергай прям так активно дернула совсем не не килограммушка какая где-то четыре с половиной но давайте посмотрим чего у нас тут это может быть она не натянута не натянута соскочила значит охотится кто-то дождемся я я хлам устал надо к снегоходу чаек пить и сидеть ждать свои 10 жерлиц я выставил больше мне пока ничего не хочется съездил палатку немножко отдохнул приезжаю у меня один-второй и там впереди 3 этих ножков горят ну что перед рыбачки я тут размотала до конца будем надеяться что походу никого даже живец поймал ракушку ничего себе здесь ракушки водятся вот это да ракушку оказывается здесь такие тоже живут но она пустая жалко что здесь кроме ракушек я больше никого не поймал но кто-то цеплял моего окуня ладно посмотрим следующая жерлица кто тут за хулиган какая шустая сработка была дернула оттянуть не желает да еще одна вот она вот она тянет мотает 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 также есть подсёк подсёк резвая поперёк не хочет ломку лезть ух ты какое-то злое такая два с половиной шустрая быстро потек там схватила тут схватила деловая она два флажочками подорвала ну-ка крути пасть пожалуйста хорошая жерлицу я только поставил можно сказать свежачок не успел умереть она здесь первая схватила а потом развернулась и по ходу схватила они здесь тоже сидит здесь окон сидит вот такие дела там щука с таким маленьким и интервалом отдай хвост положился комфортно дымок с печки идет можно посидеть в кресле сейчас мы будем чистить щуку которая еще пока не задубела вот эту я поймал вторую с окуня то днем сейчас нам будем щучку чистить очистили 5 минут щуку почистили теперь надо достать с нее печень и икру печеночка есть и корочка тоже и аккуратно желчный мешочек желчный мешочек надо аккуратно выкинем печень и положим пакетик дома пожарить икорочку надо надо в пакет я вечером ее переберу собачкам кошечка так где мой пакет пакетик мой чтоб не замерзла просто икорка надо ее сейчас достать а щуку я положу в холодильник так так есть один мешочек и второй и второй и второй опа все вечерком я ее переберу все щучку холодильник на заморозку будем ловить дальше печень тоже холодильник на заморозку икорку пока занесу ну что с двух щучек у меня получилось почти целая миска икры сейчас мы все почистим от кишочков посолим и уже через 20 минут можно завтракать да ну и бардак у меня да я в принципе тут и не наводил порядок я просто туда всю сторону все складываю сумки все что нужно и не нужно вот главное у меня есть дровишки у меня работает печка и у меня горит лампочка все что нужно день закончился будет у меня праздничный ужин 21 февраля икорочка свеженькая так ну что друзья делаем себе праздничный ужин продолжаем икорочку вот я с двух щук сколько икорочки вытащил сейчас вот я себе сделаю целую миску представляете даже не лопну буду лопать сегодня завтра завтра точно я ее съем ну вот и последний момент вот такая кишочка получается чистая освобожденная полностью от икры я сейчас ее перемешаю в однородную массу вот такая вся чистая полная яхомтовая теперь мы берем соль и солим по вкусу а теперь мы сейчас все это перемешаем на 15 минут поставим в холод ну прохладное место и ужин у меня уже готов это большая крупная миска сейчас через 20 минут я буду ее кушать всем приятного аппетита добрейшего всем дня доброго утра наступил новый день приехал проверять посмотрю раз два три четыре жерлицы стоит надо будет проверить посмотреть что у нас тут в общем защищаем все меняем жевцов где надо рыбачим хотел уже без вас ее проверить думаю смотки нету показывать лишний раз пустые вот оказывается начал тянуть а тут кто-то сидит ну наверное налил думаю потому что не размотал тянется так себе а нет не налим не налим а пассивная щука я думал налим ну вот это крайняя которая стоящим флажком то есть вот она настолько пассивна что даже не размотала и никуда не торопится не тянет вот так вот ну что ж с почином первая щука на третьей стоячую жерлицу еще одна у нас проверить думаю пойду в конец отсюда начну отсюда начну зачищать вот это задавило жерлицу вот это подцепилось вот это подцепилось что-то шустро идет да вы что вот это да вот это друзья я поймал окуня на жерлицу вот это он шустрый ничего себе глотал глотал забил смотрите какого окуняру я выловил вот это окунек батя я конечно и покрупнее ловил но это очень зачетный трофейный окунь какой он злой ну что ты жерца отдашь? ножичка отдала ножички отдала ножичек отдала ножичек отдала крючочек сейчас вот еще хороший Вот это окунь, вот это батя. Всем окунь, окунь. Чтобы можно было понимать, вот оранжевая штука и вот такой вот размерчик его, да, полосатик, отлично. Прилетели мы, смотрим, стоит один, второй и третий, с полной размоточкой. Но сейчас придется проверить, кто тут у нас попался. Будем надеяться, что попался. Есть, сидит кто-то. Скорее всего, окунь. Ух ты. Может даже не окунь. Щука. Щучка. Небольшая щучка. Вот это вот килограмма полтора. Килограмма полтора. Мелочевочка такая. Ну, приятная шагунька. Ой, какая у нее морда интересная. Смотрите, как нарост на губе. Кто-то ей когда-то откусил чуть-чуть губу. Такой взгляд, как у собаки. Опа. Отлично. Сейчас мы еще что-нибудь поймаем. Ну что, утро наступило. Ветерок такой пронизывающий. Хотел спать пораньше. Хотел поспать. Ну что, берем волокушу. Одна, две, три. Так что сегодня будем с рыбой. Обязательно будем. Как говорится, сам нежданчик. Думаю, ну, обычная, наверное, зачистка трудовая. Прочищаю. И только я поднимаю эту жерличку, а она меня обратно тянет. Думаю, вот это номер. Что-то там тут, походу, поймалось. И жерлица не размотала. Пассивная поклевка. О! Ничего себе, кто-то подсекся. А кто подсекся? А, подсекся щереныш. Ай-яй-яй. Щереныш подсекся. Маленький. Так, ну что ты мне расскажи. Ты расскажешь. Блин, я и походу эту самую забыл. Крючок свой. Расскажешь мамкам и папкам, что приехал в Альдемар. Мопса со мной нету. Я один в тайге, поэтому эту щучку маленькую. Пусть она растет. Я отпущу. Давай, дорогая. Путирую по щучьему велению, по моему хотению. Пусть я поймаю трофей. А ты давай бежи. Вот так. Емелья еще одну отпустил щуку на свободу. В другую рыбу подсекся. На более крупную рыбу. Пискаря подсекся. Если мне пискать, буду надеяться, что пискаря окунь трогать не будет. А щука возьмем. Ну вот. Пойдемте дальше. Маля отпустили. Руки на рейтинг. Одна завалена жерлица. Вторая завалена. И вот тут у нас стоит. Сейчас мы ее будем проверять. Вроде натянута. Вроде натянута. Вроде натянута. Вроде веселая. О, по-моему, кто-то есть. Что-то идет. А кушок идет. Ну, такой тоже попадается. Ух ты, мать тебе его не хай. Захлопил-то как. Ну, ладно, будем сейчас изжимать. Вот, наступила и сразу налить. Так что, как-то так. Ну, вот, какие бывают приключения, когда фишка стоит. Ветер дунул. Плюс щука потянула. Его скинула. Положила. А ты думаешь, что с ним? Что с ним? А он просто стоит и лежит. Сейчас мы узнаем. Это вообще никого. Еще и никого. так красиво лежал. И все бестолкало. Будем надеяться. Ночная проверка нам, короче, ничего не дала. Что, не удивлюсь, если ежевец на месте. Точно. Окунь не задолбали его. Окунь не задолбали. Так, но этот нам пригодится. оставим туда живого. Оставим туда живого. Поставим туда жильчика побольше. И живого. Подойдет красотка. Ведь я же щуренка отпустил. он должен оповестить своих родных значит надо кому-то прийти делали всю зачистку никого кроме одного не поймали щеменка опа вот эта картина смотрите друзья я же сказал блин все сошла что точно вот это кто-то проходил обалдеть и грион батон вот это проходило что с моими крючками на сделала но я же не такую против передала видите как передал передала что уж крючки выгнули щиренок свое обещание выполнил он так позвать позвал да только он не спросил я какого размера эта щука должна быть обалдеть два крючка выгнула когда же она тут может зацепиться это говорится о том что качество крючков на большую букву г дешмань возят город и потом таких вот крокодилов не можешь достать но это блин да даже это что и не вытащил но сам факт что я только собирался камеру выключить и на тебе прямо на глазах такую дарище это я скажу хороший отменный удар так ну ладно будем надеяться что на далеко не ушла и мы ее по второму разу честно сказать такой такая размотка у меня впервые чтоб вот так вот бах 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 проходила хорошая крокодила привет от меня перед это от того щиренка передала типа ну чё ты понял да спасибо щиренок не соврал обещание выполнил ладно погнали завершающих хоть я рассмешил это как такой адреналин нам нужен понятно там может быть пятерка обычная но она просто по ходу шла и рванула нигде не зацепилась но это не так же это другая та была еще мельче соседняя может туда дошло и там взяла так вот идешь и под тобой вода немного налить снег плотный поэтому шутка не размокает сейчас тепло поэтому может выдавит максимально здесь тоже натянута здесь есть что-то такое что-то такое идет не хотят не хотят не хотят вышла трешечка ну вот это вот она и нахулиганила черная проверочка сейчас время где-то пол четвертого смотрю одна вторая жерлица и вот она третья вот я ее пощупал думаю может холостая нет смысла включать камеру нет потрогал вроде кто-то сидит но думаю включу камеру и посмотрим вместе с вами кто тут сидит ну тут или окунь или налим окунь окунь сидит она хорошая жерлица сидит так две ключики ну вот хоть окунь не зря поставил эту жерлицу отдай есть огонь что есть смысл это должна поставить я думаю есть переставим просто в другое место Переставим в другое место Раз, два, три Есть один окунек До жирнички, которая якобы сработала А что тут у нас? И никого О, не-не-не-не-не Есть Ух ты, что-то такое тяжёлое Ой-ой-ой Да ёлки-палки Может это та щука, которая у меня сегодня Утром Сошла Ой-ой-ой, друзья Чё-то такое Ой-ой-ой-ой О, ё-моё Вот это она, друзья, была утром Вот она пришла Она пришла Ну, спасибо утреннему живцу Сначала она меня тут погоняла Она же, наверное, оборвала мне Ху-ху Ну, это где-то что-то в районе пяти с половиной А-а-а-а Есть 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 Ух-ху Хулиганила Оборвала она на соседние мне Крючки выплюнула А здесь она зацепилась Ну, что, настроение Прям Ху-ху Да, это пять с половиной И тоже взялась За усик Вон, едва-едва И тоже мне тут погнуло крючки Да Дебелая Щука Дебелая На солнышке ее Хо Вот такая кобылка Яс Вся переливается Светится Хо Есть контакт Ну, не зря поспал Как говорится Главное не спешить Маленькой щучки Которая меня выпустила Хо Ну, вот А говорите Зачем я отпускаю Маленьких Чтоб вот так Позвали Мне большую Маленькая еще вырастет Ну, конечно Если у вас в озере не водятся Крупные Тогда Раз Два Три Четыре Тогда, конечно Я вам ничего не могу Порекомендовать Я тоже не в ближний свет езжу Так, ну, наверное, сначала мне Крючки Крючки Повыравнивать Тут уже не крючки А так Сплошной набор Стальной проволоки Да, дергало хорошо Ну, если честно Крючки На букву Г Брал В егере Не ась Лучше ты завози Хорошие, дорогие крючки Че ты всякую дешмань возишь Потом Потом вот так вот Попадется один раз в жизни Хорошая щука Она сорвется Твои крючки Выпрямятся А вспоминать я тебя буду Очень долго Очень долго Так, ну что Звези хороших Классных Крепких Острых Столистых Каленых Там Фух Ну вот, друзья Щуку поймали Настроение Хорошее Итого За день Две таких Ну, одна чуть поменьше А больше Зачем Надо Можем сидеть Все Кто угодно О, сидит И такое Хорошее Тяжело Идет Вонку Зайди Заводись Вонку Так Ну, давай Заходи А в луночку Не хочет заходить Ну, вот такая Такая же Как утром Килограмма Три Четыре И крючком До нее Не достать Только напугаю Пока еще Рано Чуть-чуть Спущу Чуть-чуть Спущу Нет Ха-ха Не хочет О, пошло-пошло-пошло Давай Лази Тихо Шустряк Такая Тройечка О, смотрите Какая у нее Друзья Сумасшедшая Болень Вот это да Такое не нарисуешь На двухсторонний Скотч не приклеишь Вот это у нее Расторабанило Так, что у нас тут Потихонечку Подматывает Подматывает Попробуем Поймать Того, кто тут мотает Может на лимчик Или окунь 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 Бедоладно Окунь Сейчас мы Живчика Застанем Когтина Репина Раз Два Три Поворачиваем голову Четыре И там пять Неужели Везде окунь Сейчас мы узнаем Окунь Али не окунь Что тут у нас Хулиганит Аж флажки Вылетают Что-то сидит Не супер большое Но в лунку Лезть тоже не хочет Ну вот Еще и соскочила Твою же мать Не хай Сидела Наверное Едва Едва В лунку не полезла Сразу И все Соскочил И соскочил Ну и ладно Там наверное Маленькая Была Маленькая Маленькая Которая мне неинтересна Вечерняя сработка Вроде как Даже жерлицу дергает Только подъехала Она бах И сработала Ну Вечерний закат Опа Ух ты Тяжелющая Чувствуется прям Тяжелая Заходит Хо-хо-хо Друзья Это тяжелая Ох На вечерний закат Хо-хо-хо Вот это да Прям Ты гляди Ты гляди Это Как раз Та луночка Где я отпустил Сегодня утром Попросил Чтоб прислала Мамку Ну вот Еще одну Красавицу Прислала Молодец Это тоже Пятерочка Уху Ну давайте Порадуемся Ты не какая Золотистая Крупная Примерно Мой сапог Только вот С голову Ну и все остальное Три сапога Уху Вот это да А я думаю Дай-ка подъеду Подъезжаю Никого И только я подъехал Сразу Бах Флажок Ну отлично Просто шикарно Так бы я всегда Подъезжал И сработки Такие были Дай-ка подъезжаю Вернулся я Потому что сработка Ничего себе Хорошая идет Хорошая идет Что-то такое Пока уверенно Ничего себе Размотало Встало Встало Вон пошла Щучка Маленькая Но Но щучка Бегу Бегу Моя дорогая Подорвалась Прямо Ты смотри Есть О какая хорошая Хорошая Щука Хорошая Вешеная Чего не ожидала Моя реакция Молниеносная Попалась Вот такой Карандаш Карандаш Вот живчика Только зацепь поменял Все Зашевелилась Щука Зашевелилась Щука Нету Нету Щуки Она просто Жбала Когда ей Вкусняшку Поменяем Все Отлично Попалась Которая Попалась На Помоговку И составил Большого Огромного Карастя Интересно Понял Что тут за Слон Друзья Вот Дальше не идет А как это А что что-то О Дергает Хорошо Только Смысл Может если я опущу Чуть-чуть Она зайдет Охо-хо Оставила Здесь Большого Огромного Карася О Теперь попробуем Ее завести Да Вот Карась Такой карасяра какой все-таки я знал что она подойдет на такого карася я бы тоже подошел хорошая зачетная мамочка на это где-то тоже четыре с половиной прям зачетные четыре с половиной килограмма хорошая щук лопалась хорошо подергалась наша вилетел сказали тут сработал что тут сработало а нет сидит сидит ох он сидит ох он сидит да ты моего пискаря схватил я думаю пискарей только щуки и налимы едят оказывается есть хитрые окунь которые готовы пискаря стащить что дорогой ты еще поработаешь вот так пришел окунь теперь у меня кискаря я рассчитывал что придет налим никодима все остальные проверить на наличие такой красивый окунечек полосатик решил просто прогуляться вроде бы смотрю все железы на месте а тут стихаря лежит вот он уже бока попробуем посмотреть кто там совсем размотал а сидит друзья такая мощная крокодилица пока идет ну так ой 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 ох ты друзья что творится она не хочет заходить в луночку вот такая хорошая три килограмма ну вот а ты сопротивлялась а я думаю пойду прогуляюсь прогулялся хорошо прогулялся прям шикарно шикарно прогулялся так бы и не узнал что мне тут щука сидит с далека глянул вроде бы все на месте флажки что ходить что ездить а ну ну тут то было такой хороший отличная щука это на вечерние вечерняя щука вот так надо чаще ходить смотреть может еще даже пройтись посмотреть может где живца нету пойду за живцом это не а а а а а Продолжение следует... 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 Ух ты, какая резвая, какая резвая, резвая, быстрая, ну так это едва-едва взялась, за усик дернула бы и оставила бы меня без добычи, еще одну прям вот пять секунд делов. Идет процесс приготовления ужина, рубится щука, режется, разогревается костер, сковородочка, и щука на сковородку готовится. А ты щуку солишь? А ты щуку это делаешь с мукой, да? Вспомнил. Это я у тебя туда подсмотрел. Все подсматривают друг друга, делятся опытом. Это в Якутии ушла, клёвая рыбалка, он в мешке. Называет старинный якустский способ, он еще вилкой, ну чтобы руки не пачкать даже. Называет это старинный якустский способ. Мы назовем его старинный хантыстский, с полиэтиленом, чтобы тарелочку не разводить, раз-раз и готово. На рыбалку у нас нету, вилку какая-то, я никуда не беру. На рыбалку? Да, с вилкой, что там есть? Весительный. Одну ложку, две ручки. Ну вот пять минут и свежая щука будет готова. И даже если она упала в суд, то ничего страшного. Она только помылася. Она только помылася, да. Сочность придастся. Идёшь в кладку. Это полторушечка, да, щука? Да, вот последнюю, которую я... Она ещё дергалась. Я решаюсь. Последнюю сюда. Да я... Ну мне в принципе не напрягает слово. Последнюю. Друзья, которые бесят, им скажут, у тебя последнюю смену, они сразу обижаются. Я вот наоборот... Вот. Ужин готов. Щучка готова. Такая красивая, аппетитная, свеженькая. Ещё буквально полчаса назад она плавала. Мальков гоняла. Сейчас мы её кушаем. Сейчас мы её кушаем. Сейчас мы её кушаем. Вот Юра, Паша, ну и я, собственно, персона за кадром. Сидим при таком костерочке, беседуем, вспоминаем былые времена. Рыбацкий... Ну, рыбацкий басни тракет. Вот. Если кто желает передать родителям привет детям, помашите. Такая вот яма у нас об яме костёр. А на костре у нас полная сковородка, привезённого с города свежего налима. В сметанном соусе. Сейчас по кругу обход. Так. Сейчас мы будем кушать его. Мы будем сейчас его кушать. Это точно. Налима. Так. Значит, неинтересно. Сам Павел, который готовил. Он, у него научился я налима готовить в сметанном соусе, поэтому я теперь готовлю только по его рецепту. Попробовав много-много лет назад. Ну вот. У тебя будет вкусно. Да, и вот самогончик у нас ещё. Это же компот. И нет, это самогон. Да ты что, но я не пью вообще. Поэтому... А, ты вообще не пью? А я никогда не пью. Ага. Ну молодец. Вот. Делается тесто. То есть ни дрожжей, ничего. Вот. И потом раскатываешь тоненько сковородка без масла, сухая. Рассказывай, рассказывай. Сковородка сухая без масла, раскатываешь это и ложишь её. И оно так, нагретая сковородка чуть-чуть поднимается такими этими, как там пузыри получается. И всё. Снимаешь её и топлёным маслом промазываешь, она пропитывается топлёным маслом. Получается она тонкая, сухая, без дрожжей, без всего. Такая, как, знаешь, её можно так чуть-чуть поднимать. Называется чапаки. Ножик есть? Да. Это халючка? Да, да, да. Только с большого куска, там кусочки остались, они маленькие. Вот это вот, считай, ещё. Я не ем, делай, так что... Как на вкус? Не распробовал. Не распробовал. Ну ладно, ещё потом будет процесс времени. Там же надо это делать. Получился налим сметане, на природе, среди сугробов и барханов, и на берегу великолепного озера. Чаёк, молил? Чаёк, да, вот чай. Утро седьмого дня рыбалки. Ух ты! На дворе полдевятого, завершающий день. Пока стоит одна же лица. Тут напоклёвывало. Может даже... Ух ты! Хорошая, наконец-таки. Что-то хорошее идёт. Ох, какая она резвая! Резвая, резвая. Неужели щука пошла? Вот, не хочет в лунку заходить. Давай, дорогая, заходи. Кто ты там? Каких размеров? Ну, такая небольшая. Килограмм под три. Возможно. Ох. Да. 2,800. Такая щучка. Зацепилась и 2,2. Будет хорошая. Вот такая вот попалась. И ещё одна же личка стоит и всё. И всё. И будем собираться. Сейчас пока туда дойдём. Глядишь. Сюда придёт... Куда ты? Подналить залазит. Так что ещё порыбачим. Сегодня. Раз, два, три. Даже можно и четыре. Так. После себя оставляем одно лишь мокрое место. Трава уже пошла. Собираем сбор. Волокушу. Волокушу упаковал. Одеваюсь. Жильцы снимаю. И выезжаю. Ну, вот у меня первое приключение. Скинул. Дедушки тут накатали колею квадроциклами. Квадриками. И меня швырнуло. Короче, с колеи сошёл. Немножечко. Ну, сейчас отцеплю его. Выгоню. Потом верёвку прицеплю. И его оттащу волокушу. Блин. Ну, короче, как-то так. Снять волокушу. Снять волокушу. Трава. Снять волокушу. Попробуем. Трава. Трава. Попробуем. Вот. Трава. Трава. Так. А вот сани сани придётся. Сейчас. Если вручную не потащатся. Значит, придётся верёвкой. Не, сани тяжёлые. Надо верёвку туда. Снегоход выкопали сами, а сами веревочкой. Буквально чуть-чуть, надеюсь мне длины хватит, как раз хватает длины. Вяжем узел, так чтобы можно было развязать. Будем выколупываться. Чувствую, что там впереди меня такого удовольствия много ждет. Чтоб сильно не закапываться, вытащиться. Думаю, что, ну не хочу думать, но мало ли, придется еще раз такое делать. Погнали. Едем домой. Вот мы и добрались до места машины. Дорога была, конечно, я скажу, вчера намного лучше было, пока квадрики не проехали. В общем, добрался, все нормально. Один раз перевернулся, второй раз накренился, третий раз сматерился. Все, грузимся. Доехал я с тайги. Все великолепно, все прекрасно. Дорога была очень тяжелая, квадриками взбудораженная. Но ничего, выбрались, доехали, слава богу. Вот, все, садимся, едем дальше в город. Ну, а там уже выйдет фильм, как смонтирован. Всем пока и до новых встреч. До новых встреч в тайге, на рыбалке. Пока.